Накануне глава Клинского района отчиталась о своей деятельности. На расширенном заседании Совета депутатов района Алена Сокольская наметила перспективы развития и планы по реализации поставленных губернатором области задач. Перспективы развития в новых реалиях. В своем докладе Алена Сокольская отметила ключевые направления Клинского района. Базисом всего остается экономика. 2014 год мы закончили с 9% ростом оборота промышленных предприятий. 11% роста оборота предприятий малого бизнеса и 40% роста товара оборота в целом. Закрытия производств и массового увольнения в Клинском районе нет. Власти будут поддерживать и развивать имеющиеся предприятия, привлекать новых инвесторов. Сейчас инвестиционный портфель района составляет порядка 10 предложений в промышленном секторе, столько же в аграрном. Реализация этих и других инвестиционных проектов позволит за следующие два года придать еще большую устойчивость экономике района и создать около 900 новых рабочих мест. При этом глава района отметила новую точку роста. Для Клинского района это должно стать туристическое направление. Стимулом для развития этого направления являются мероприятия международного и федерального уровня, которые нам предстоят. Бюджет района, как и в прошлом году, останется социально ориентированным. Продолжится работа по мониторингу цен на социально значимые продукты, а клинские производители получат возможность размещаться в сетевых магазинах. В обязательном порядке будет решаться вопрос о выделении площадей для местных товаропроизводителей. Мы очень часто с вами в последнее время об этом говорили, но уже сейчас мы можем констатировать, что нами достигнута договоренность с такими сетевиками, как Монетка, торговый центр Клинский. И уже сейчас эти торговые комплексы, торговые площади готовы брать продукцию клинских производителей и готовы предоставлять свои площади для реализации также производителей Клинского муниципального района. На программу капремонта в нынешнем году выделено порядка 185 миллионов рублей. На программу расселения из аварийных домов пойдет по району. И география ее достаточно широкая. Петровская, Спасская, Решетникова, Туркмен, Зубова, Аполева, Воздвиженская, Борщева. Кроме этого мы помним о наших обязательствах перед социально незащищенными группами жителей. Ответила в своем докладе глава района и социальный блок хороших результатов удалось достичь в здравоохранении и образовании во многом благодаря поддержке области. Мы благодарны губернатору за такой объект, как музыкальная школа. Конечно, это наш проблемный объект. Вы знаете, что нельзя о нем говорить только в восхитительной степени, поскольку мы столкнулись с проблемой неграмотного подхода к реконструкции. Когда по итогам конкурса, к сожалению, не специалисты были вовлечены в дело реконструкции, и мы получили тоже своего образа долгострой. Но уже сейчас мы можем с уверенностью в 100%, и я вижу сейчас в первых рядах сидеть представители компании-застройщика, которым действительно этот объект был поручен, и в октябре месяце будут введены в эксплуатацию два новых здания. Это корпус, который примыкает к существующему зданию, и мы сможем перевезти туда детей, а это порядка полутора тысяч детей наших клинчан, и таким образом мы сможем перейти к реконструкции существующего старого здания. Напомнила глава района и о двух юбилеях, которые пройдут у нас с интервалом в два дня. Это вызов и большая ответственность, но вместе мы справимся, подытожила Алена Сокольская. Елена Плюснина, Юлия Левицкая, Новости дня.